Всем привет, спасибо, что пришли на наш трек. Меня зовут Владимир Кочетков, я организатор этого трека. Подробнее я себе расскажу чуть-чуть на моем докладе, который следом будет. А сейчас я хотел бы, когда презентация появится, хотел бы рассказать про то, что будет, собственно, на этом треке. И за его пределами, что тоже важно. У нас есть новости на этот счет. Итак, на текущий момент у нас в нашей пользовательской группе безопасной разработки участвует примерно чуть больше 600 человек. Это на метапе зарегистрировано столько. Вторая по численности группа это в телеграме, там 400 с лишним человек, чат в телеграме. Но этого мало. На самом деле этого мало, потому что если 600 человек, это единственные 600 разработчиков, которые интересуются безопасностью вообще в России, да, это очень грустно получается. Поэтому огромная просьба ко всем присутствующим. Вот если вам понравился вдруг какой-то внезапно доклад на сегодня-завтра на нашем треке, если вам инициатива понравилась, понравились какие-то другие вещи, не поленитесь, разослите ссылку своим друзьям, разработчикам, коллегам, там, не знаю, помогите нам вот это число 600 увеличить, там, ну, не знаю, хотя бы до 1000. Мы со своей стороны будем пытаться делать интересные активности какие-то для этого сообщества, в том числе оффлайновые, и не только на ПХД, сейчас расскажу про это. Но нам ваша помощь в этом требуется. То есть у нас очень ограниченный выход на аудиторию разработчиков, всех, кого мы могли привлечь со своей стороны, мы уже, в принципе, наверное, привлекли. Ну, не знаю, может, 700 будет к концу года, но дальше требуется уже поддержка от вас. Как бы если хотите, чтобы это дальше развивалось и активности продолжались. В этом году впервые наша пользовательская группа, ну, как впервые и на будущее, стала четвертым официальным треком ПХДС. То есть у нас на ПХДС есть оффенсив трек, дефенсив трек, бизнес трек, теперь есть еще официальный трек для разработчиков. В этом году из-за сжатых сроков подготовки мы не все успели реализовать, что задумывали. В следующем году это прям будет уже трек-трек такой вот. Вот, ну, можете сходить на офенсив, дефенсив, посмотреть, что там бывает. Вот у нас будет примерно то же самое. Но это планы на будущее. Кроме того, БДУК не переквалифицируется в трек ПХДС и продолжит жить своей жизнью и за пределами форума. На текущий год у нас запланировано несколько онлайн-метапов, ну, в формате секции докладов. Скорее всего, мы проведем один офлай-етап. Я не знаю, кто-нибудь из вас был на крыше, на метапе, который на крыше проходил, на воздухе, да? Ну вот, пара человек понимает, о чем идет разговор, да? То есть там шашлыки, пиво, открытый воздух и свободное общение, перемежающееся с докладами. Мы постараемся такое к августу подготовить, но здесь есть один момент, если мы успеем спикеров найти. Потому что неправильно, когда одна компания, там, пять спикеров выступают от одной компании, мы от этого стремимся отойти. И даже то, что у нас два доклада будет от сотрудников ПТ, это уже много с нашей точки зрения. То есть мы хотим, чтобы трек жил без нас в плане контента. Да, не, ну, ничего, нормально. Для этого как раз на самом деле по секрету уступительное слово, что все вот там какие-то мелкие косяки, они вылезли не на докладе, а пока как бы никому не интересная вещь происходит. И нам нужна от вас обратная связь. Я сейчас чуть позже расскажу, как ее дать. Нам очень важно узнать, какие темы вам в первую очередь интересны, что бы вы хотели увидеть от нас в плане активности и на ПХД следующего года, но и раньше в течение этого года, и там до мая следующего. Что было бы вам интересно. То есть начиная от темы, заканчивая форматами. Еще один момент. У нас очень большой перекос по ресурсам. В том смысле, что на Метапе просто огромное количество людей зарегистрировано. Я уже говорил, в Телеграм-канале их меньше на 200 человек, а на остальных ресурсах почти никого нет. Хотя по большому счету это как бы не дублирующие друг друга ресурсы, ну кроме там Твиттера, который просто новостная лента, она с Телеграм-каналом пересекается. Но в остальных случаях, вот ссылки, фоткайте или качайте потом слайды, заходите, регистрируйтесь, там вся информация о наших активностях публикуется. И самое главное, мы ищем спикеров. Если у вас есть желание выступить на любую тему, которая была бы интересна разработчикам и хоть как-то была бы связана с безопасностью, пишите или мне на почтовый адрес, он будет сейчас на докладе, там на слайде, или в форме, которую я сейчас покажу вам, и прям я хочу быть спикером. Не важно, что не в какой-то конкретный момент, а просто, что вы хотите, мы с вами свяжемся, обсудим, когда вам удобней. Может, даже под вас сделаем какое-нибудь мероприятие. Ну было бы здорово, если бы кто-нибудь все-таки откликнулся на этот призыв и помог нам с контентом, с подготовкой хорошего контента. Что пройдет эти два дня на площадке форума по HDS в рамках нашего трека? Все доклады мы условно разделили на две категории. Это технологические доклады, технические доклады и доклады, связанные больше с какими-то процессами. То есть такие, ну не управленческие, там и инженерные будут попадаться, но те, которые связаны именно с организационными вопросами безопасности в большей степени. Соответственно, оба дня, первую половину дня это технологические доклады, вторая половина дня это доклады про процессы разработки безопасной. Имейте это в виду, сгруппировано специально так. Еще один момент. Мало кто, наверное, об этом знал на прошлых наших метапах на PHDS. Открою страшную тайну. Мы все билеты, которые дарили разработчикам, чтобы они пришли к нам на трек и послушали. Эти билеты были полноценными билетами на праздник. Не обязательно было сидеть у нас в зале. С кого дня можно выходить по конференции, участвовать. Кто-то это знал. Кто-то это проверил, узнал, и выходил, пышал. Уго дня в зале, и больше ничего не было. С этого года мы, наоборот, просим, если какой-то доклад на треке неинтересен, пойдите на другие доклады, послушайте. Особенно офенсив-дефенсив трек, которые кое-как пересекаются с разработкой. Такие доклады будут сегодня и завтра. Сходите, послушайте, позадавайте вопросы. Поймите, может, какие-то вещи вам интересны, и мы уже у нас эти вещи подробнее расскажем. Собственно, с этого доклада, с такого, у нас начинался весь будук наш, вся наша пользовательская группа. В общем, не стесняйтесь. Вся конференция в вашем распоряжении. Ходите, слушайте, задавайте вопросы и приходите к нам на следующий год. Не надо задавать вопросы, это слайд-пример. Что я хочу на нем рассказать? Такой слайд вы увидите в каждом докладе, в начале каждого доклада и сегодня и завтра. По ссылке или QR-коду вы можете зайти и задать вопрос текстом. Изначально это сделано для онлайн-слушателей, которые нас смотрят удаленно, чтобы они имели возможность как-то тоже участвовать с нами в диалоге. Но вы тоже можете задавать вопросы. Это может быть удобно, например, по ходу доклада сразу задать, пока вы не забыли. Или те вопросы, которые мы не успели ответить голосом, можете туда транслировать. Мы обязательно всех спикеров будем заставлять отвечать на все вопросы, которые навалились в онлайне. Ну, если их там не две сотни будет, конечно. Ну и, соответственно, информация для онлайн. Те, кто нас смотрит онлайн сейчас, вы отправляете эти вопросы по ссылке. Мы в конце каждого доклада, следует секция вопросов-ответов, мы будем просто наряду с вопросами из зала зачитывать вопросы, опубликованные онлайн. Соответственно, спикер будет голосом на них отвечать. На какие не успеет ответить после доклада, там, в течение сегодняшнего-завтрашнего дня, он обязательно ответит. И второй слайд, который вы увидите на каждом докладе, это в конце, пожалуйста, оцените этот доклад. По ссылке Google Forma она одна на весь трек. Это очень важно. То есть заполняйте ее тогда, когда вы уже ничего нового по нашему треку заполнить не сможете. То есть когда вы просмотрите все доклады, которые вам были интересны и сегодня, и завтра. Ну, иначе вы отправите форму, оцените только один доклад, а второй раз уже придется новую форму заполнять заново. Вот это очень для нас важно, потому что это та самая обратная связь, на основе которой мы будем планировать и все мероприятия, которые у нас будут проходить в этом году, и в том числе трек на ПХДС, который будет в мае следующего года. Поэтому не стесняйтесь, пишите все, что хотели бы видеть и в чем участвовать. Там форма небольшая, там за пять минут можно заполнить. Будем рады любой обратной связи. Ну и, соответственно, вопросы по организационной части, может, по треку есть. Чуть времени остается. Десять минут. Нету, да? Онлайн нету? Никто не захотел написать? Вот прямо сейчас? Ну что ж, если вопросов нет, тогда перерывчик до 11, и мы начинаем, собственно, нашу секцию докладов. Спасибо.